Здравствуйте, меня зовут Гэри Сэмикс. Предлашаю вас посмотреть мой учебный фильм. Основным содержанием программы является изучение правильного положения тела гонщика в различных ситуациях на трассе. Мы рассмотрим технику управления мотоциклом, взаимодействие гонщика и мотоцикла. Вот основные моменты, на которых мы остановимся. Когда вы разберетесь и усвоите необходимые навыки, вы сможете реализовать свои знания на практике и достигнуть того уровня, когда гонщик и мотоцикл становятся единым целым. Человек уже не думает, куда направить свой мотоцикл. Все происходит автоматически. Но сначала необходимо изучить правильную технику. Без знаний вы ничего не добьетесь и зря потратите время. Давайте рассмотрим возможные положения тела. Наилучшим способом их изучения является отработка положения на неподвижном мотоцикле. Таким образом вы сможете спокойно скоординировать свои действия. Прежде всего необходимо отработать центральное положение. Его еще называют атакующим. Когда вы находитесь в центральном положении, вес вашего тела приходится на центр тяжести мотоцикла. В этом положении голова выходит вперед за руль, так как будто вы хотите увидеть номер. Спина слегка согнута. Локти отведены в стороны и вверх. Когда мотоцикл проходит рельефные участки, или же вы начинаете движение стоя, вы должны перемещать корпус вперед-назад, а не вверх-вниз. Правильное движение напоминает гремлю. Не забывайте основное правило. Оно является очень важным. Ваш вес должен приходиться на педали и на сиденье, но ни в коем случае не на руль. Иначе вас выбросят вперед. Вы должны находиться в центральном положении практически все время. С него начинается выполнение всех движений. В него вы должны возвращаться при любой возможности. В центральном положении вы наибольшей степени контролируете ситуацию. Что еще можно отрабатывать в стонарных условиях? Управление рукояткой газа. Когда вы увеличиваете скорость, поворачивая рукоятку к себе, локоть должен смотреть вверх. Также вы сможете отрабатывать еще ряд движений. Приучать мышцы слушаться вас во время езды. Мышечные группы должны действовать как амортизаторы. Спина из полностью выправленного положения и переходит в согнутые. Наиболее тяжело справиться с двумя ошибками. Прямой напряженной спиной и опущенными локтями. А теперь о том, как распределить свой вес. Конструкция мотоцикла должна помогать вам. Центр тяжести располагается как можно ниже, в середине мотоцикла. Чтобы вы могли успешно взаимодействовать с машиной, вес вашего тела должен приходиться на ноги и низ спины. Верхние половины туловища, плечи, руки, голова должны свободно перемещаться в соответствии с движениями мотоцикла. Так что вы были в состоянии контролировать ситуацию и управлять машиной. Ваше тело должно вставлять с мотоциклом. Единое целое. Это означает, что вы идете по трассе свободно и вместе с тем контролируете движение, полностью используя все возможности. Вы должны предугадывать ситуацию заранее, сфокусировать взгляд на трассе впереди, а также использовать периферическое зрение. Взгляд должен быть сфокусирован наиболее важном из приближающихся объектов. Это может быть место, где вы начинаете прыжок, прямой участок, поворот, либо препятствие. Для движения по трассе нужна определенная концентрация, которая должна стать автоматической. У вас должно появиться ощущение, что все происходит как бы в замедленном действии. И несмотря на высокую скорость, вы сможете успевать реагировать. Запомним все основные положения тела, посмотрим, как они подходят к различным ситуациям на трассе. Продолжение следует...